Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События. Главное за неделю в Самаре» расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние недели объявили оранжевый уровень опасности. Снег не стихал. Во многих районах региона ветер усиливался до 15-20 метров в секунду. Как налажена работа по расчистке федеральных, областных и муниципальных дорог от снега, обсудил губернатор Дмитрий Азаров на совещании с главами муниципалитетов. Подробности далее. Снег не стихает. Вот уже сутки в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Службы МЧС предупредили об обрушении на Самарской области в юге шторма и гололеда одновременно. Местами уже наблюдается усиление ветра до 20 метров в секунду и снижение видимости до 500 метров. Такая погода крайне опасна, особенно за городом, на трассах. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок. В четверг 3 февраля в Самарской области введено ограничение движения на федеральной трассе М5 «Урал». В опасную зону попали 39 километров. Ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств действуют на участке с 93 по 132 километр федеральной трассы М5 «Урал». На участке подъезда к городу Оренбургу со стороны Самарской области. Временная мера начала действовать с 7 утра. Чуть позже были перекрыты еще два участка. Отрадный Первомайский с 6 по 17 километр в микрорайоне Кенель-Черкасский и Ташелка-Тольятти-Димитровград с нулевого по 24 километра в микрорайоне Ставропольский. МЧС было принято решение о ограничении движения по ряду дорог. В том числе принято решение о ограничении движения автотранспорта по дорогам областного значения в ряде районов. И принято решение о ограничении движения на дорогах федерального значения. Это в первую очередь М5 «Урал» на участке от городского округа Сызрань до городского округа Тольятти. И также принято решение об ограничении движения по дороге подъезда от М5 к городскому округу Оренбург до границ Оренбургской области. В этот непростой период все муниципальные службы региона должны работать в круглосуточном режиме. Нужно не допустить скопления больше грузов на трассах, которые могут затруднить и без того непростое движение. На протяжении всех областных дорог должны быть размещены специальные пункты обогрева, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Нужно быть готовыми оказать помощь людям в размещении и питании. И самое важное, должна быть полная координация на дорогах по всей территории области. Федеральные и областные трассы должны быть расчищены. Нужно обеспечить доступ к каждому населенному пункту. Исполняющий обязанности главы Красноармейского района рассказал, что всю ночь местные дорожные службы боролись за расчистку отрезков федеральной трассы Самара-Волгоград-Красноармейск-Пестравка. Движение там не прекращается, но в итоге не успели расчистить въезды в несколько местных деревень и попросили помощи у центра. По Красноармейскому району концентрируйте усилия. Если у вас информация затруднена у исполняющей обязанности главы района, что полностью закрыт населенный пункт, ему на месте, конечно, ситуация более понятна. Поэтому максимально помогайте, справляйте ситуации. Все населенные пункты должны быть, естественно, доступны. О ситуации в областной столице доложил первый вице-мэр Владимир Василенко. На что обращаем внимание? В первую очередь это стационары, где находятся больные, и подвод кислорода. Это береговая шесть, откуда едет. В рабочем режиме, или, как говорят, в ручном режиме работаем с Министерством здравоохранения, там, где необходимо чистить даже на территориях больниц, обеспечить заезды карет скорой помощи. И также во взаимодействии с Министерством транспорта обеспечить на сегодняшний день, где сформированы валы, все въезды. Квартала для того, чтобы было обеспечено подъездом каретам скорой помощи, и на случай, если форт-мажора, это заехали туда пожарная техника. По словам первого вице-мэра, городские улицы областного значения поддерживаются в рабочем состоянии на всю ширину. На дорогах муниципального значения ведутся работы по расширению, там, где проезд был ограничен. Нет ни одного автобусного или трамвайного маршрута, который был бы из-за непогоды отменен. Губернатор подчеркнул, что особое внимание нужно уделить расчистке остановок, а также контейнерным площадкам. Снегопад не должен помешать своевременному вывозу мусора. Непростые погодные условия, высокие температуры, обильные осадки. Надо разъяснительную работу вести с людьми, организовывать работы и по расчистке территорий. Привлекайте дополнительную технику, предприятия, учреждения для того, чтобы с задачей справиться. Коллеги, здесь синхронизация нужна. Работы дворников, управляющих компаний, компаний, которые вывозят отходы, обеспечьте эту синхронизацию. Не допускайте складирования отходов в сверхнормативных сроках. Максимальные усилия на этом сконцентрируйтесь. За минувшие сутки в Самаре, Тольятти и Клявлино выпало рекордное количество осадков – 8 мм. Значительные осадки наблюдаются во всех муниципалитетах области. Но это не должно послужить причиной транспортного коллапса, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Только совместные круглосуточные усилия всех служб позволят расчистить регион от снега. Пока расслабляться рано, в ночь на пятницу синоптики также обещают мокрый снег. Виктория Шарая, События. Улицы города чистят от снега без остановки. В приоритете у профильных служб подъезды к социально значимым учреждениям, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Как расчищают проезжую часть дворы и внутриквартальные проезды, расскажет Максим Магомедов. Коммунальные службы города минувшей ночью мобилизировали свои силы, чтобы устранить последствия снегопада. Первоочередное внимание к объектам социальной сферы. Дополнительно губернатор поручил обеспечить подходы и подъезды к железнодорожным станциям. По ночи сработали в полном объеме. Ту задачу, которую я ставил вчера на вечерней оперативке, по линии вывоза снега, это порядка около 7-6 тысяч 800 тонн. Вывели снега за сутки. На день ставим задачу, это обязательно пробить все выезды квартальные, дворовые проезды, где сформированы валы, чтобы были обеспечены заезды в квартальные территории. Жители просят не пользоваться личными автомобилями без острой необходимости. Движение общественного транспорта обеспечено на 100%. Владимир Василенко утром провел оперативное совещание в ТТУ и поручил расчистить трамвайные пути, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. Днем в уборке улиц города задействовали 300 единиц техники и 155 дорожных рабочих. Их задача – обеспечить расчистку остановок общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов. Сегодня на территориях города работает 391 единица техники и 3412 уборщиков территорий. Дополнительно выведен персонал и техника, привлеченная дорожниками и районами. В том числе для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров и других элементов уличной дорожной сети. Вместе с дополнительными ресурсами задействовано 174 машины и 224 дорожных рабочих для расчистки вручную. В связи с потеплением на участках ведутся активные работы по поддержанию сетей дождевой канализации в рабочем состоянии. Мы работаем в любую погоду. Самара больно не балует. Вот последние недели у нас погодой особое внимание сейчас уделяем очистке проезжей части дорог, приладковой части дорог. И сейчас потеплело, нулевая температура, открываем дождеприемники, чтобы вода уходила в дождеприемники, не скапливалась на дорогах и не мешала проезду. Дворовые и внутриквартальные территории расчищали порядка 2900 дворников и 172 единицы техники. Первые лица районных администрации обязаны вести личный мониторинг за состоянием подконтрольных территорий и координировать работы всех профильных служб. Глава Октябрьского района Самара Александр Кузнецов лично объезжает дворы, чтобы следить за работой по расчистке внутриквартальных проездов. У нас на системной основе поделен район на квадрат и за каждым закреплен управляющим микрорайоном он отслеживает состояние двора на текущий момент. Как крыши выглядят, почищен ли двор, выходы из подъездов, очищена ли территория возле контейнерной площадки. Ежедневно управляющие компании очищают кровли домов. Резкое потепление вызывает образование сосулек на скатных крышах. В Октябрьском районе их убирают 15 бригад по 3 человека. Крышу дома номер 23 на проспекте Масленниково чистили всего день назад. Но из-за обильного снегопада сегодня процедуру приходится повторять. Соблюдение техники безопасности при выполнении таких работ – обязательное условие. Чтобы случайно не травмировать жителей дома и прохожих, места работы огораживают сигнальными лентами. Там, где нет возможности их закрепить, выставляют барьеры. К помощи промышленных альпинистов в Октябрьском районе не прибегают. Управляющие компании справляются собственными силами. Наши сотрудники работают с рациями, в жилетах, в касках, в ремни безопасности привязаны. Где нужно АГП, где есть возможность чистки без АГП, где стоят сгорождения на кровле, там без АГП чистят. Управляющая компания, которая обслуживает 23-й дом на проспекте Масленниково, недавно сменилась. О работе сотрудников старшая по дому отзывается положительно. Говорит, оперативно реагирует на сообщения жильцов. Буквально вчера я обратилась в управляющую компанию, плюс параллельно в администрацию района обратилась через соцсети, чтобы они проконтролировали процесс, и уже сегодня у нас чистят снег и во дворе, и с крыши, что очень приятно. Алена Филимонова рассказывает, при расчистке внутриквартальных проездов есть сложности с припаркованными автомобилями во дворе. Эту проблему решает при помощи создания групповых чатов в мессенджерах. Там предупреждают жильцов о предстоящей уборке территории. Мониторинг обращений граждан в социальных сетях ведет Центр управления регионом совместно с Муниципальным центром управления Самары. Ни одно сообщение не остается без внимания. На последнем оперативном совещании губернатор Самарской области поручил всем главам муниципалитетов, муниципальных районов особое внимание уделить очистке снега с крыш, домов и социальных объектов. Цурс Самарской области за последнюю неделю зафиксировал 60 сообщений в соцсетях на эту тему. Оперативно передается эта информация в муниципалитеты к отработке. Мы контролируем это. Сергей Рыжиков напомнил собственникам помещений, что они самостоятельно обязаны следить за состоянием козырьков, балконов и креплений кондиционеров, а также своевременно очищать их от наледи. Максим Магомедов, Николай Епифанов, События. В Самаре школьники с 5 по 8 классы, а также десятиклассники перейдут на дистанционное обучение. Ученики начальной школы 9 и 11 классов продолжат учиться очно, но с соблюдением усиленных санитарных норм. Для первоклассников дополнительные каникулы начнутся не с 14 февраля, как планировали, а с 7 числа. Такие рекомендации муниципалитетам дал в эту пятницу областной оперативный штаб. На заседании городского штаба их приняли. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что это необходимая мера, чтобы максимально разделить коллективы учащихся и не останавливать при этом образовательный процесс. За предыдущие 4 дня зафиксировали стремительный рост числа заболевших сотрудников общеобразовательных учреждений Самары и школьников среднего звена. В том числе увеличиваются случаи заболевания коронавирусом. В некоторых классах и школах уже вели карантин. В Самаре продолжается строительство второго корпуса детского инфекционного отделения. Параллельно с основными работами производится и внутренняя отделка помещений. На каком этапе работы сейчас расскажем в нашем сюжете. Масштабная стройка на улице Шверника идет полным ходом. Здесь возводят второй корпус детского инфекционного отделения на 100 мест. На первом этаже будущего здания разместят реанимационное и приемное отделения. На остальных будут лечиться пациенты с различными инфекциями. В планах оснастить больницу сверхсовременным оборудованием, чтобы можно было лечить не только существующие инфекционные болезни, но и те, о которых сегодня может быть еще неизвестно. Однако об оснащении пока говорить рано. На сегодняшний день рабочие занимаются бетонными работами и параллельно в мастерских готовят элементы внутренней отделки, чтобы сократить время работы. Нами задача самим себе поставлена о выполнении всех работ по сооружению конструктива максимум до апреля месяца. В апреле месяце мы приступим к кровли, чтобы выполнять. Сейчас уже ведутся внутренние работы по канализации, кирпичная окладка ведется по мере того, что возможно сейчас выполнять в зимних условиях. На объекте трудится порядка 100 рабочих и 4 единицы специализированной техники. В ближайшее время планируют перейти на круглосуточный режим работы. Крепление котлована при разработке грунта, оно было необычное. Стесненные условия строительства и устройства было с военной креплением котлована применили. Строительство инфекционного корпуса ведется в рамках государственной программы развития здравоохранения в Самарской области на 2014-2023 годы. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году. Губернатор Дмитрий Азаров на расширенном заседании правительства отметил необходимость энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической и онкологической помощи и подчеркнул, что все новые объекты здравоохранения должны строиться опережающими темпами и учитывать требования текущего момента. Мария Елевина, Максим Гусев, События. Педофилам пожизненное заключение, водителям большегрузов повышение платы по системе Платон, должникам несгораемую сумму на счете. Какие законодательные изменения вступают в силу феврале, расскажет Светлана Кудрявцева. Февраль принес россиянам ряд законов социальной направленности. Должникам теперь будут оставлять на счетах так называемую несгораемую сумму, остаток зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. В Самарской области это 11 985 рублей на душу населения. Могут оставить и больше, если есть, на попечении дети или инвалиды. Если ежедневенция есть, то сумма защищена от взыскания, она может быть увеличена. Делается это не автоматически. Должники должны направить заявление в Федеральную службу судебных крестов. Но есть некоторые исключения. Некоторые виды должников, например, должники по алиментам, они не будут освобождены, то есть не будут защищены таким образом. Россиян защитят от покупки жилья в аварийных домах. Теперь все сведения о ветхости жилья граждане могут получить с помощью выписки из ЕГРН, Единого госреестра недвижимости. С 1 февраля закон обязал органы госвласти, органы местного самоуправления подавать в Росреестр сведения о том, что жилье признано аварийным, ветхим или подлежит сносу. Это позволит гражданам при покупке жилья увидеть эту информацию в ЕГРН и, соответственно, уже при полном понимании осуществлять какую бы то ни было сделку. С 1 февраля на 8,5% увеличивается плата по системе Платон в два раза больше, чем прогнозировали. Напомним, водители большегрузов должны оплачивать каждый километр проезда по федеральным трассам в счет возмещения вреда дорожному покрытию. В системе зарегистрировано более полутора миллионов грузовиков массой более 12 тонн. За время действия Платона в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 миллиардов рублей, включая штрафы Ространднадзора. Эти средства направляют на капремонт дорог. Плата увеличивается на 20 копеек за каждый километр. То есть, если раньше она была 2 рубля 34 копейки, то теперь составляет 2 рубля 54 копейки. Что, конечно, косвенно отразится на стоимости перевозки и повлияет, в том числе, наверное, на стоимость всей продукции, которая переводится большегрузными автомобилями. Роспотребнадзор изменил постановление, которое оставалось неизменным почти два года. Сроки карантина для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, теперь уменьшились с 14 до 7 дней. Связано это с тем, что распространяющийся сейчас новый штамм «Омикрон» проявляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники. По предварительным данным, инкубационный период «Омикрона» от 2 до 5 дней. У «Дельты» он составлял в среднем 6-8 дней. С 1 февраля вступил в силу один из самых обсуждаемых и резонансных законов о пожизненном заключении для граждан, обвиненных в педофилии. Он вводится в двух случаях. Либо когда педофил совершил повтор на преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, за которое он раньше уже был осужден, либо когда он совершил впервые, но в отношении нескольких несовершеннолетних лиц подобные действия. С февраля в России вступает в силу новый ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах. Это касается погибших в ходе военных конфликтов, а также в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время. По новым правилам при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки, расстояние до жилых домов, рельеф и расположение источника водоснабжения. Местные власти в мирное время должны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. 2 февраля – День воинской славы России. В этот день, 79 лет назад, советские войска победили в Сталинградской битве, одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, которая положила начало коренному перелому в ходе войны. Наш корреспондент отправился в гости к одному из участников того кровавого сражения, чтобы из первых уст узнать, какой ценой далась победа советским солдатам. Максим Магомедов продолжит тему. Сергей Сергеевич Алехин ушел на фронт добровольцем, когда ему было 15. Чтобы попасть на войну, пришлось прибавить себе два года, рассказывает ветеран Великой Отечественной войны. В 1942 году он был среди тех, кто сдерживал немецких захватчиков на реке Терек. Третий рейх наступал на южную часть Советского Союза и хотел захватить нефтяные месторождения в Баку, чтобы лишить советскую технику топлива. Под Сталинградом в это время проходили ожесточенные сражения. Для захвата города вермахт выделил свои лучшие армии под предводительством генерала Фридриха Паулиса. Советское командование стягивало к Сталинграду подкрепление. Подразделение, в котором служил Сергей Сергеевич, было в срочном порядке брошено на защиту города. Маршал Георгий Жуков разработал план по окружению 6-й армии, который командовал Паулис. Два механизированных корпуса Сталинградского фронта скрытно переправились через Волгу к югу от Сталинграда. На правом берегу Дона собрались танковые соединения Юго-Западного фронта. 19 ноября 1942 года началось наступление по разгрому этой группировки Паулиса. Окружили их. Паулису после окружения предложили сдаться. 31 января со всей группировкой Паулис поднял руки и сдался в плен. Но разрозненные еще группировки оставались, поэтому их добили и 2-го числа окончательно были разгромлены. Победа в Сталинградской битве переломила ход войны. Сергей Сергеевич Алехин был представлен государственной награде и получил орден за оборону Сталинграда. Подразделение, в котором он воевал, шло на освобождение его родного города – Ростова-на-Дону. Но в 9 километрах от дома он получил ранение в голову и попал в госпиталь. Говорит, хорошо, что каску надел. После лечения хотел вернуться в строй, но руководство приняло решение отправить молодого бойца учиться. Сергей Сергеевич выбрал военно-морское училище. После окончания войны 15 лет служил во флоте, а затем перешел в ракетные войска. Во время интервью в дверь постучали. Поздравить ветерана приехал председатель городской думы Алексей Дегтев. Это почетный знак. Мы его разработали, утвердили на Патриотическом совете, нас поддержали. Разработали нагрудный знак, в котором воплотили все символы той великой победы, той для нас еще знака Великой Отечественной войны. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События. Самый близкий друг и помощник. Никогда человек не был так связан с техникой, как в последнее десятилетие. В телефоне все. Личная жизнь, работа и хобби. И пока жизнь одних стала полностью цифровой, другие ищут решение, как спасти себя от номофобии. Так называется технозависимость. Ею, по оценкам социологов, уже страдают порядка 70% населения. Как один из методов борьбы с новой зависимостью, в моду входят диджитал-детоксы. Практика намеренного отказа от гаджетов и соцсетей. Подробности в сюжете Гульфии Сафиной. Жизнь сразу в двух телефонах 24 на 7. Гузаль Ильясова признается, что чаще живет в режиме онлайн, чем в реальности. Объясняет, к этому обязывает работа. Гузаль Сторимейкер создает истории для бизнес-аккаунтов. Признается, первое, что делает после пробуждения, хватается за телефон. И так каждый день. У меня здесь жизнь, у меня здесь работа, у меня здесь ученики. У меня полностью вся сфера, с которой связана моя жизнь, проходит вот именно в этих двух телефонах. Я не могу без них. И есть такие картинки интересные, где, знаешь, телефон, типа как продолжение руки. Ну, вот это вот, наверное. Все. Да, да, да. Вот тут нас улица. Вот она. А вот подолог и владелица ногтевой студии Александра Егорова в цифровой жизни давно разочаровалась. Рассказывает, введение личной страницы многочисленные чаты, новости и видео, будто крали ее у семьи. Узнав о практике техно-детокс, решила попробовать. И вот уже два года в доме Александры действует правило. Пришел домой, гаджеты долой. А по воскресеньям семья полностью отказывается от телефонов. Там вообще не может ничего быть важнее, чем личная жизнь, которая находится дома со своей семьей. Ты действительно как наркотик, а своя жизнь проходит абсолютно мимо. То есть не видишь, как смеется ребенок, нет времени пообниматься с мужем, потому что ты постоянно в телефоне смотришь, как какая другая девушка обнимается с своим мужем и играет со своим ребенком. Социальные сети, игры, музыка, информресурсы и всевозможные приложения. Пиксельная реальность все чаще захватывает внимание людей. По оценкам социологов, порядка 70% населения подвержены номофобии, то есть зависимости от гаджетов. В качестве альтернативы во всем мире стало развиваться движение медийной аскетики, когда человеку рекомендуют сознательно отключаться от сети и выходить в офлайн. С точки зрения здоровья Digital Detox поможет сберечь зрение, нормализовать сон и эмоциональную сферу. Впрочем, демонизировать гаджеты тоже не стоит, говорят врачи. Бояться телефонов не нужно, выключать их на ночь не нужно. На здоровье это особым образом не повлияет. То есть доказано, что риск возникновения раковых опухолей при вот таком контакте с телефоном, он не выше, чем в среднем по популяции. Уровень этого облучения достаточно низкий. Согласно статистике, ежедневно стандартный пользователь касается своего смартфона от 70 до 150 раз. По мнению психологов, нет ничего плохого в работе онлайн. Хуже, если телефон притягивает по другой причине. Люди очень часто уходят в гаджеты для того, чтобы потерять контакт с собой. И вместо того, чтобы разбираться с какими-то своими вопросами, с отношениями, или еще чем-то, человек залипает в таком, да, картинке, картинке, картинке. А где другая часть жизни, в ней что? Понять, насколько гаджеты вас захватили, очень просто, рассказывают психологи. Первый признак – страх потерять из поля зрения свой телефон или остаться без интернета. Если такая перспектива пугает и никак не связана с выполнением работы, это серьезный повод задуматься. Возможно, именно вам и нужен диджитал-детокс. Для начала установите временной лимит на просмотр социальных сетей. Так вы сможете сократить выработку дофамина, гормона, привязанности. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok